Привет, меня зовут Боб Гунья, и я доброволец проекта памяти Мартина Флейшмана. В этом троснувшем шаре, похоже, внутри есть какая-то структура, которая содержит много более легких элементов. Очевидно синтезировано там. Я хочу посмотреть в центр этих... Потому что, похоже, есть потенциал, некоторый материал, который тяжелее вещества снаружи. Так что, если я приближусь сюда, вы можете видеть, что это почти как кольца, кольца. Тлонок, 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 тлонок. Это образовано из фрактальных тероидальных структур. Не знаю, но возможно, мы видим что-то в центре там, прямо в центре этого. Я хочу посмотреть, есть ли в этих центральных частях повышенная концентрация железа. Хорошо, а рассеянный электрон здесь должен дать нам лучшее представление. Я имею в виду, что если вы посмотрите здесь, кажется, здесь есть шар в центре этого. Кажется, здесь есть... Спасибо. 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 Я сделаю один кадр с целиком шаром. Насколько это возможно. Что, как я понимаю, составляет 2000. А затем, я думаю, что сделаю, так это сниму четырехквадрантный кадр. Это мне нужно. Спасибо. 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 Значит, мы собираемся приступить к снимок, который мы будем использовать в качестве основы для нашего исследования СЭМ. И это вот такая особенность здесь. Этот шарик здесь. Этот шарик здесь. Этот вот. Этот здесь. Я хочу проверить, есть ли в них более тяжелые элементы. В центре этих кругов. Вы можете видеть, это довольно очевидно там, довольно очевидно. Еще один там, еще один в центре этого, еще один в центре того, еще один в центре того. Центр там. Центр здесь. Центр вот тут. Вот, что мы будем искать. Будет интересно узнать, что это покажет. Так что, теперь мы переходим к детектору EDX. Так что, наши точки интереса, это эти шары здесь и здесь и здесь и здесь. Здесь, в особенности, те, что находятся в центре этих тороидальных структур. Итак, мы собираемся сделать это, возможно это, и это тоже, и этот возможно. Это немного близко к стадии коллапса, поэтому нам, возможно, стоит этого избежать. Извините, мне нужно это остановить. Так интересно, в нем есть и медь, и железо, и 25% кальция. По массе. Давайте посмотрим, что это такое. В атомных концентрациях с нормализацией 2,3. 2,2% атомов. 2,3% атомов – это медь. 4,7% – это железо. 14,7%. Являются кальцием, кремнием 6,16%, алюминием 2,65%. Все же большая часть – это углерод и кислород, но и много других элементов здесь, в этом центральном месте. Теперь здесь явно есть и другие пики, и я думаю, смело можно сказать, что это, вероятно, магний здесь. Этот здесь и этот, возможно, фосфор. И этот может быть серый. Что это такое? Это там калий? Да. Мы добавим это в наш отчет. Вот наш отчет, и что мы можем сделать. Так это добавлять вещи, поэтому я иду сюда, и он все еще определяется. Так что мы оставим это на минуту. Линия хлора здесь немного недостаточно. Итак, оно закончило отпор проб. Вы видите, пик кальция очень-очень определенный, и он составляет 27%. По массе 27,26% – это наивысшая концентрация любого элемента там. Так что, если вы возьмете кальций и кислород вместе, что составляет почти, на самом деле, более 50% массы этого материала здесь. Ладно, добавим это в отчет, и мы видим нашу точку здесь, и спектр здесь. И если мы добавим это в отчет, я увижу, что это помещает нашу прекрасную таблицу здесь, с нашей нормализацией массы. Давайте сравним этот мяч с тем, который мы только что рассмотрели. Так что, я думаю, мы возьмем этот участок здесь, прямо немного под этим. Посмотрим, что из этого выйдет. Очень разное соотношение, верно? Гораздо и гораздо больше кремния. Гораздо больше алюминия. Гораздо меньше кальция. Я бы предположил, что там может не быть узлов, думаю. être знаю-но. Гораздо Wonka hurt... Так что, по сути, это снизило количество кальция, а другие элементы увеличились. Похоже, что это решено, так что давайте посмотрим на еще одно из этих центральных мест. Вот одно здесь внизу, давайте посмотрим, сможем ли мы это взять прямо в центре. Давайте. Давайте. Интересно, что многие из этих мест так и делают, содержат немного меди. Спасибо. 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 Продолжение следует... Здесь меньше меди и гораздо меньше железа, намного меньше кальция. Здесь гораздо больше углерода и кислорода. Но снова мы посмотрим на окраины. Похоже, теперь это перешло сюда, так что мы перейдем к этому. И это много кремния. Так что, когда я сказал, что некоторые области зарядки здесь, по моему мнению, должны содержать диоксид кремния. Вдруг мы получаем немного кремния. Но большая часть здесь, моя масса, углерод и кислород. На самом деле, если посмотреть на атомы... Ты видишь это. 93% атомов в этой области углерод или кислород. Подавляющее большинство массы атома. Думаю, следующее, на что стоит обратить внимание, это изображение здесь. Наверное, вот это. Мне это нравится. Достаточно большое, чтобы быть уверенным, что на этот раз мы попадем... Что мы видим? Так что много кальция. Снова тот же состав. Днем так и есть кольцы, как и в первом изученном месте. Учитывая внешнюю корку здесь, мы сделаем акцент на этом месте. Ради аргумента это почти целиком... Железо, кислород и углерод. Ни один из этих элементов не присутствует. Возможно, мы возьмем этот край. На этом конкретном этапе у нас есть разумно обнаружимое количество фосфора на этот раз. Магний составляет один процент. Я возьму один на этом краю. Так что мы это приобретем. Это будет этот, да. Так что это, по сути, железо, кислород и кальций. И, как видите, по массе 40% железа. Допустим, 42% кислорода, остальное углерод. Я добавлю еще один здесь, чтобы это было в том же наборе данных. Здесь, в этом случае, вот здесь, содержит 49% железа, 39% кислорода, остальное углерод. Итак, мы собираемся посмотреть на несколько других точек образца. Хотел бы изучить эту, но, к сожалению, она как бы скрыта под этим. Пять. Я попробую получить его в любом случае. Посмотрим, смогу ли я... Вот этот вот мы могли бы сделать его первым. Но я выберу тот, что вон там, внизу. И я думаю, мы можем сделать этот, где он. Там это... Правильно. Вы получите это, отобрав оба этих. Вау! Посмотрите на кремний в этом. Здесь довольно высокий уровень кремния в этом конкретном образце. Вау! Почти исключительно кремний. Кислород и углерод. Так что, по сути, диоксид кремния. Итак, подводя итог, оболочка здесь и здесь, они в основном железо и кислород. Причина этих структур... Такие структуры содержат целый набор элементов. Пять обычно синтезируемых элементов, которые вы получаете. И в окружающих районах это большее разнообразие элементов, но обычно оно тяжелее. А в центральных частях структуры было бы здорово, если бы нам повезло найти еще один расколотый, железобогатый зубчатый шар. С открытыми кишками, как мы видим здесь. Но пока это все, что я хочу сделать с этим. Так что, большое спасибо за ваше время. Увидимся в следующем видео.